здравствуйте друзья первое что я хочу сказать никогда не подключайте интернет от дом ru никогда почему объясняю очень просто раз в месяц на двое суток у вас навсегда будет отключаться интернет на двое суток всегда на постоянной основе будет отключаться интернет вы будете звонить девочкам которые не закончили школу и родили родили троих детей так и не научусь так и не научившись простите я слюной захлебываюсь меня не бесит а так и не научившись читать они будут задавать вам миллион тупых вопросов а потом оставлять заявку на техническую поддержку после чего придет технарь из технической поддержки покрутить своей перегарной вонючей жопой и скажет а блин возьмет телефон куда-то выйдет кому-то позвонит или прямо из комнаты кому-то напишет чате своим модным дом ручным смартфоном и скажет все починили но никогда не скажет что именно он написал а теперь вопрос зачем и почему я должен звонить тупым девочкам в техподдержке чтобы сутки ждать человека который позвонит другому человеку это дурдом они домру это дурдом и так а теперь реклама закончена это анти реклама но это сущая правда люди не подключайте домру это трендец никакого домру я выговорился я надеюсь это видео кто-то увидит почему потому что это регулярная проблема и они еще говорят чтобы получить компенсацию за неиспользование услуг вы должны остаться без интернета на 10 дней подряд и при этом компания домру должна признать что это неполадка по технической причине домру однако они никогда этого не признают они диагностируют разрыв в подъезде приходит чувак говорит да ты охренел какой разрыв ты посмотри у тебя щиток за комнаты нет никакого разрыва я говорю я знаю что у меня нет никакого разрыв они кому-то пишут и нет появляется в общем вот таким вот образом работает дурдомру единственное чего они могут это косить бабло и воровать абонентскую плату а теперь мы повезем вентиляционную трубу в италию кстати говоря я приобрел новый кстати говоря я приобрел новую тачечку как видите да это вот эта ножка время 6 20 минут 7 утра так мы где-то я не знаю где мы в роттердаме вот нам нужно взять значится красиво да нам нужно взять значится трубу вентиляционную и допереть ее до италии это за один день точно не получится ну что погнали тут недалеко кстати говоря я собачку себе поставил вот такую вот на этот это европа поэтому идем по правой стороне и не нарушаем пдд вон впереди знак остановка проезд без остановки запрещен ну мы почти остановились это почти не нарушение включаем поворотник и так сказать поворачиваем а вон та контора которая в которой лежит наша вентиляционная труба которую мы должны допилить аж до италии давайте посигналим тут две вентиляционные трубы одна в кембридж но это дешевая а вот до италии гораздо интереснее и это срочно и заказ обратите внимание что ожидается он в субботу в восемь утра да а сейчас пятница то есть ехать сутки да то есть минимум времени на отдых и никакого послабления при движении погнали где там наша трубка где то впереди а вон она вижу вот она родимая так отлично топлика у нас полный бак почти только недавно из заправки так высовываем башку и пытаемся законнектиться в общем на земель вот Ну, кстати, можно поднять Вот, вот споднята Ручник, и можно коннектиться Видите ли, поскольку груз довольно легкий То есть так и не поднимается Ну, так и не опускается И это приводит дополнительно К повышению маневренности А вот что я могу сказать Так это надо выключить фары Вот, ну что, погнали потихонечку Так вот настроить, чтобы видно было При увеличении приборку И поехали По Европе будем О, как колбасит голову у этой собачки По Европе будем ехать, поэтому по левой стороне Кстати, тачка уже наконец-то Леворульная Так, остановимся, не будем нарушать Смотрите, какие окна клевые Вообще тачка Третья по лошадям Со всех моих двух гаражей Первый, конечно же, коронавр Фрайтлайнер Коронада Простите, чуть жопой не зацепился за За ограду Вот, второй Это Эвэк Астралис Ну и вот это на третьем месте Вот, если бы не Домру Я бы сейчас делал домашку По Новой технологии По информационным технологиям Да, там у нас Новая домашка А сейчас я не могу даже ее скачать Потому что она у меня в почте А я не могу получить сегодняшнюю почту Козвы Домру Козвы Так, мне налево Погнали, погнали, погнали Погнали, чувак Погнали Так Ну, пойдем здесь пока 40 Слушайте, сейчас я по дефолту настрою Просто чтобы было немного Пониже смотрелось А то довольно проблематично на самом деле Вот так Всю приборку видно Вот ограничение 100 Значит для грузовиков 80 И я думаю, пойдем 70 Это будет вполне комфортно Кстати говоря, у нас маршрут 960, 970 километров Примерно Соответственно, за первый рабочий день Мы должны проехать где-то 450 480 километров Ну, где-то Блин, не знаю Давайте на 500 рассчитывать То есть у нас должно остаться 450 километров 450 километров В конце вот этого дня Соответственно, давайте тут Ну ладно, в принципе 70 Лучше, сильнее разгоняться не хочется Вон тот чувак сзади справа от меня рискует Если у меня сейчас мышка дернется случайно Ему не поздоровится Или мне На штраф платить точно придется Кстати, что подумал Дом.ру Это примерно такой же провайдер Как Эликс Магазин бытовой техники У них Они теряют заказы Им пишешь У вас сайт не работает Я заказал, вы потеряли Я еще раз заказал, вы еще раз потеряли У вас сайт это просто там Посмотрел, выбрал Пришел, сказал Хочу вот это Сказали Извините У нас этого нет А я ему говорю Я смотрел У вас написано В этом магазине этого нет Извините, нет Вот Я писал им отзыв Кстати, в Яндексе на Эликс Нельзя написать плохой отрицательный отзыв Рубит автоматика Все проплачено Все четко Демократия Вот Пишу отзыв в другой системе Они говорят Извините, вы Ваш отзыв считается неприемлемым Потому что наш сайт Действительно сайт Гениально Я им пишу Ваш сайт это просто посмотреть Описание товара Которое, кстати, не всегда точное у вас даже Они говорят Нет, у нас можно заказать Да не получилось Вот вам заказ один Номер Вот вам номер заказа 2 Так они мне отвечают Извините, мы посмотрели И не нашли Не нашли заказов с такими номерами Да ясен пень Я и говорю Вы теряете их Нет, простите Вы просто пытаетесь нас дискредитировать Что я пытаюсь сделать сейчас Да Я пытаюсь их дискредитировать Потому что они не умеют работать Народ должен знать правду Я считаю И если эта запись Хоть как-то поможет То Пусть так Потому что Они везде проплатили Соответственно Кроме как на ютубе Особо ты не пожалуешься Нигде На такие компании Как домру Этих бордистов хреновых В общем Вот И кстати да Мне за эту антирекламу Не платят Обычно бывает Ютуберам платят за рекламу Это антиреклама Мне за нее не платят Но мне приятно Обычно как Если ютубер делает рекламу На своем канале Ему неприятно Но деньги платят А здесь Мне не платят Но приятно Кстати дождя нет Здорово А тут Что-то у меня Вероятность дождя Там по-моему Подскочила Я случайно В настройках ходил Поднял вероятность дождя И что У меня прям Постоянно Практически Дождь Тучи Туман А это вроде как Бабье лето Прямо Ну почему Потому что я осень Собираюсь себе поставить Примерно По игровому я 60 дней Если считать Что летом начало Да То 60 дней прошло Если считаешь Что пора осень Включать Хотя в реале Сейчас зима Вот Ну как зима Ноябрь Грязища Ну для Рязани Это нормально У нас тогда Марта будет А зима Начнется В марте Последний раз Был в Италии Когда ехал На фрайтвайнере Он мощный Сука был Я там Въебывался Во все Подряд Ну Там На самом деле Движуха А впрочем Нет Проскочил Конечно Это не очень Хорошая тема Так проскакивать Опасно Но в меня Не штрафанули А В меня не штрафанули Потому что Я по приоритетке Шел У него там написано Уступи дорогу А он не уступил Уступать дорогу Надо всем Даже тем Кто нарушает Вот это Мне нравится Вот это Реализм А интересно У меня повреждения Ну Не особо Надо было притормозить И перестроиться Ну Ой Кстати Это у меня Четвертый Из семи этапов Большого тест-драйва То есть Нужно на всех Стоковых тачках Прокатиться На всех На тачках Всех стоковых марок Всех семи Стоковых марок То есть Скания была Ну Фрайтлайнер Зилу Это не стоковые Они не считаются Вот Скания была Ивэко Был Мерин был И вот это Рено Магнум С охеренно красивой кабиной Но я не могу Сейчас ее показать Потому что Если я Переключу Камеру Я могу Куда-нибудь Въебаться Простите За мой Французский Здесь Кстати Ограничение Уже 90 Но Там Съезжать Сейчас С развязкой Поэтому Немножечко Ухо Чешется Ухо Все Почесал Кстати Судя по карте Остается До 13 Часов Езды А до Отдыха 7 То есть В принципе Не успею Но В срок Уложусь Мне кажется Хотя 7 часов Потом Отдых 10 17 По-моему Нет Не успею Возможно Херовенько Достаточно Так Так Ретардер Живжит Сливка Все Здесь 90 Как же Там На 90 Такой Барьер Преодолеть Сейчас У меня Будильник Мне Вот Сейчас Нужно Работой Заниматься А Нет Сети Нифига Пидорасы Пидорасы Домрушные Не поработать Не поучиться Сиди Вот играй В ЕТС А если Я не хочу Если Я хочу Работать Мать их Перемать Чувак Обгоняй У тебя Цемент Хотя Нет Если Честно ЕТС Я хочу ЕТС Мне нравится Затягивает Ну А сейчас Я тебя Обгоню А может Это нет 80 В принципе Нормально Твою мать Чё Скорость Теряется Ты чё Блин Круиз-контроль Вырубился Что ли Не вздумайте Маневрировать Сейчас Мне страшнее Чем вам У меня Я же С мышки Иду Ты чё Тормозишь Чё ты Тормозишь А там Вон чё Ой Ёлки Иголки Да Ну куда ты Обгоняешь Ну куда ты Так Я щас Перестраиваюсь Перестраиваюсь Уже 10 Часа тут Намеренно Скорость Потеряем Будем Включим Ретарды Тут На 30 Ники Хорошо Во время Когда Ретардер Включен Особо И Вкруиз-контроль Не включ Так Берем 80 Левее Левее Судя по Показаниям Термометра 25 градусов За бортом Заказ Срочный На самом деле Так Остается 750 Км Маршрута И 12 Часов Езды И До Отдыха Шесть С половиной Часов Успеем Лимой За шесть С половиной Часов Пропереть 240 Км Линец Со скоростью 80 Км В час За шесть Часов 68 48 Хоть 480 Может Пропереть Но тут Не себя 80 Так Новая Водила Заработала 963 Евро Так А где Мы В Рязани Ладно В Люксембург Хорошо Ну И так Как бы В общем Не очень близко 4 часа Вот Полпути Нормально Пройдем Хочу купить Гараж В Италии Франции Испании Почему Нет Кстати У меня У меня Не запущ У меня Ведь Был Не запущен Этот Термал Контрол Для Видеокарты Хотя Учитывая Что Я Не Чувствую Нижних Кончиков Пальцев Обоих Рух У меня Довольно Прохладно В комнате Нужно Включить Фары То Лопечь Трафанут Без фар Ведь нельзя Сами Знаете Во время Дожди Дождь Сильный Парковка Полкилометра Так Доход От водителя Фрэнк Вот этот На порядок Больше Заработал Девять С половиной Тысяч Но Он у меня Давно На Фрайтлайнере Кстати Гоняет На дальние Дистанции Балового Меня Догоняет Гараж Стоит Примерно Двести Тысяч Евро В этой Игрушке У меня Уже 102 Опять 500 метров Паркинг Это Следующий Уже Что Двести Да Это Другой Получается Ну ладно Как там Ой-ой Резко Перестройся Резко 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 Надо По указателям Все таки Смотреть Это Чисто По навигатору Очень Стремно Мец Ага Люксембург Ты вон Мец Потом Страсбург И снова Мне повезло Сегодня Дождя Рассильные Хорошая имитация Осени А вот Это Было Стремно То ли Еще Будет Симулятор Трамвая Это Проще Я не понял Куда он Меня ведет Этот Навигатор Как Как в Баша Была Цитата Цитата Обычно Все Истории В которых Находится Дикая Жесть Начинаются Ехали мы По Навигатору А в ЕТС Два Ну Кстати Резко Тормозить Чтобы Перестроиться Тоже Совершенно Не Вариант Потому Что Въебываются Взад Еще Груз Портят Кабины Ладно Потом В сервис Заехал Какую Нить Игрушку На бардачок Пришпандорил И все нормально Простите Мне Сейчас Куда Оба Вот Это Вот Это Проблема Я Пропустил Поворот И Меня Перестроило Выплаты По кредиту Еще О Блин Все таки Я не Молодец Нет Я не Молодец Надо Развернуться Через МЭЦ Я там Был Терпеть Не могу Известки Надо Было Вот сюда Вот Как то Надо Было Я не Помню А как Надо Было Проехать Вот так Вот И Куда Ох Ё В принципе 636 КМ Да Вот так Если поставлю Он меня Выправит О Отлично Он может Исправить Навигатор Может исправить Маршрут Да То есть Я должен был Ехать Вот Здесь И попасть В итоге Вот сюда Через Страсбург Да То есть Я вот так Хочу попасть И что он мне говорит Он мне говорит Что нужно Вот Всего лишь Вперед Проехать Вот эту Развязку И попаду Куда надо Конечно Жестоко Я ничего Не понял Куда сейчас Ехать Но надо Сбавить И Я хоть На обочину Попал Вот Хорошо Это обочина Ведь Вон Там Чувак Красный Прык Прык Куда Надо Так Погнали А че Лагаем А че Лагаем Пойдем В 60 Пока 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 Маршрут Не выправим По-моему Я должен И сюда Там Какие-то Дикие Развязки Я так их Не видел Даже Виртуале Не говоришь О реале Хотя В Рязани Какой-то Рядом На пути В конящего Как будто Жесть Понастроили Даже Мне На автобус Один раз Прокатился Голова Закружилась Так И куда Он Мне Предлагает Там же Там же Нельзя Туда Разворачиваться Там же Вон И к тому же Я И Ти Ти Ёпт Рас Это Так же Нельзя У меня Же Совесть Но Она Меня Не будет Мучить Наверное Ёлки Иголки Что Происходит В Кого Я Превращаюсь А Этот Кирпич Он Не Туда Вообще Ну Ладно А сейчас Ты Мне Привер Вверх Блин В реале Я бы Конечно Очень Интересный Крюк Сделал В Пару Сотен Километров Хотя Судя По Навигатору Так Получается Даже Дальше Смотрите Там Было 600 Километров А Здесь 702 Возможно Я правильно Свернул Неправильно И Возможно Там Было Были Ближе Ну Ладно А Нет Нет Прежде А зачем Мне В Страсбург Тогда Изначальный Маршрут Был Там Поехали Туда Теперь Уж Все Равно Я вообще Слабо Ориентируюсь Куда Я Сейчас А Я Сейчас Возвращаюсь На Эту Стремную Развязку Которая Еще Более Стремная Чем Это А потом Платный Участок Дороги Начинается Здесь Еще Сто Мы Заработал Качается Чувак В прямом Смысле Повысил С уровень Время Уже Час Дня А Еще Один Водила Это Тоже Новинки Но Тоже Зарабатывает Пока Мало Спокойно Спокойно Так Вот Это Развязка Еще Подождем Не видно Ни черта Развязка Жестокая Тут Я должен Наступить Дорогу А кому? Есть кому? Нет Вроде И здесь Должен Тоже Некому Или это У меня Доживю Кирпичи Отражаются Заре Братуха Ты Мне Зад Не Форсируй Все Возвращаемся На Нормальный Маршрут Я Хотел 550 Км Оставить За Спиной Или 500 Да Ну По-моему Нормально Берем Сейчас 80 Разгончик И Пойдем Потихонечку Все Маршрут Выправили Сейчас 76 А вообще-то Это Каково Это Терминал Интересно А копы Тоже Платят Или Их Так Пускай Возьмите Карту Ё-моё Главное Чтоб шлакбал Не закрылся Посередине Меня Так Ну здесь Трек Есть По поводу Того Как Выехать На Трассу Это Как Когда Смотришь Кот Чей Ты Чужой И учишься Программировать И тут То же Самое Смотришь Следы Отширив Как Как Нормальные Люди Вообще Выезжают На Трассу Пойдем 80 По Платному участку Платон Европейский Вариант Слушайте А вот Чувак Не 80 Там Слева Сейчас Должен Еще Один Терминал Посмотрим У него С высоты Птичьего Полета Так Сказать А Не Его Хрен Увидишь За Деревьями Где Творь Я Хочу Взять 80 Камыча Взял Больше Не Чуваки Вы Кто За Мой Едет Хотите Обогнать Обгоняйте Конечно Я Не Против Еду Как Могу Все Так А могу Не Очень Но Еду Если Не Дом Ру Я Б Сейчас Полезным Делом Занимался Какая Красота Вы Только Посмотрите Не Надо Чуть Подальше Проехать И Сфоткаться Это У меня Нет Ни Одну Фот Эти Тачки Так Сейчас Посмотрим По Бабу Бабу Вся Как Подальше 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 Слушайте А где Эта Хрень Которую Я Хотел Сфоткать Че Че Это Так Вообще Как Мне Еще Дальше Уйти А вот Так Можно И Вниз И Вверх Вот Так Вот Летать Смотришь Вниз Летишь Вверх Да Смотришь Вверх Летишь Вниз Нормально Все Хорошо А как Бы Уйти Назад Ну Ё-моё А Не Надо Смотреть Вниз Смотреть Вниз И Тогда Я Пойду Вверх Нет Ну Хоть По стене Ползи Ползи Давай Ползи Ну В принципе И так Неплохо Только Что-то С фокусировкой Не то А Можно Плоскость Фокусировки Вот так Вот Размазать А Можно Включить Фары Не Нельзя Это Все Регулировка Так Сказать Чем Выше 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 И Е Ниже Ну Выше Еще Нельзя Это Максимальная Высота На Которую Ты Можешь Забраться И Все Слабовато Что Тут Скажем Вот Так Можно Дальше Нелать Так Как Плоскость Фокусируемся Именно На Тачке Нет 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 Размывает Все Что За Плоскостью Фокусировки Ну Ладно Давай Так Все Хватит Поехали Дальше Че-то Не Фонтан Это Не Фонтан Это Ливень Ну Где-то Вот Я Тут Был На Фрайт Лайнере Последний Раз Крайний Но Я Тогда Не Знал Что Так Круиз Контроль Поэтому Меня Постоянно Штраф Повали Постоянно То ДТП Ой Вот Да То Нарушение Скоростного До Отдыха Мне 2 часа 20 минут Ох И До Того Как Груз Должен Быть Доставлен 17 Часов 18 Смотрите Ехать 8 Сейчас 2 часа Я еще Поеду Останется Ехать 6 Так Смотрите 2 Еду 10 Сплю 12 18 Не знаю 6 Как раз Ровно Прямо Нужно Подыскать Место Для Перерыва Стро Конечно Ехал В 6 Утро До 3 Часов Не Там Терминал Все что Опять Коп Что ли Впереди Меня Да Что За Дело 37 Обдировка Открывай Давай Кстати Вот Научился Включать Обсвещение На крыше Так Насчет Насчет Ночлежки Ой Так Где Где У нас Есть Ночлежка Где Небудь Надо Маршрут Насчет Ночлежка Тут Есть Где Небудь Страсбург Тут Сервис Есть В Страсбурге Можно Прерваться Так Сказать Но Хотелось Где Небудь На Трассе Прерваться На Трассе Здесь Особо Нигде Не Вот Есть Карман Но У этого Кармана Не знаю Два Часа Не Два Часа Сколько Там Ехать До Этого Кармана Не Знаю Ну Вот Он Будет Вот Тут Ну Если Он Вот Тут То Примерно Вот Как Был Ну Туз Рот Дам За Два Часа Как Я думаю Успею Едем Туда Так Я Здесь Поставлю Маркер Чтобы Не Пропустить Этот Карман Я Вообще То Даже Не Так Сделаю Я Себя В Карман Заведу Сам Навигатор Так Рвем Копти Точнее Шины И Берем Скорость Скорость 80 Не Зевай А Вот Чувак Что-то Еле Тащится 2 70 Это Чуть Прям Стремновато Сейчас Сейчас Он Тоже Рванет Вперед Смотрите Как Здорово Кстати Включено Свещение На крыше Видно Ярче Светит Направление Света Реально Работает То есть Ярче И Ну Как Сказать Мне Сейчас Туда Туда Во-первых Аварийку Надо Включить Хватит Зевать Сколько Тебе До Отбуха Час Чем За Час Не Допрям Допрям Блин Может Ты Не Допрям Не Не Знаю Не Знаю Ладно Тебе Через Страсбург Развязочек Как Раз На Час Если Не Это То Не 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 В Как Едет Попадет Не Не путаться В Развязках Можно Допереть С Ограничением 90 Перестроюсь Все Стоп 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 Нет Не буду Перестраиваться Перестроился Не Видно Нечерто Из-за Дождя Еще Мои Косоглазие Еще Тоже Тихо 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 У собаки Сейчас Голова Отвалится Вон Той Которая Стоит На Пардачке А Нет Все Нормально 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 Прямо Прямо Идем Прямо Я Иду Прямо Простите Пожалуйста Может Может Прямо Свет Включить Вот так Чувак Не засыпай Карту Мне лучше Покажи Ёлки Иголки Ну и ВК Я Один раз Въехал Все-таки В знак Будь Внимателен Или Там Что-то Спит Камера Снегом Какой-то Знак Но Точно Въехал Неужели У меня Закончилось Ограничение На Ундух В смысле Неужели Мне уже Пора Отдыхать Вроде Там Час Был Не понимаю 43 минуты Братуха Извини Я Пристроюсь На твою Полосу Если хочешь Меня По правой Обгонишь По левой Сужение 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 Уда Ну Мису Понят Не Ни Сужел Понят Повторя Сужение 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 Подожди, мы сейчас приедем уже, сейчас. Главное, когда вот здесь... Ого, здесь прямо-таки паркинг. 500 метров прибыли, что ли? Ну, скажи, что все хорошо. Прибыли, да. Почти. Полкилометра еще проехать. Так, видяха раскочегарилась... Видяха раскочегарилась до 75 градусов. Так, все, прибыли почти что на парковку. Остается 13 минут, но как раз за это время... Хватит этого времени, чтобы найти грузовой паркинг. Вон туда, ну, логично. Вау! Нет, на таких уже парковков было. Так, давай. Тихо-тихо-тихо, нет, но на бордюр не надо. О, еще одна вентиляционная труба. Наше дело, труба. Ваше дело тоже. В принтишечку. Ну-ка. По-моему, слишком в притирочку. Вот подальше. О, вот. На таком я катался как раз до этого. Тут, по-моему, он был чуть пониже кабины. Ну, и оранжевый, естественно. Как советский Лиазик. Как советский Лиазик. Иголки, иголки. Меньше надо было смотреть на тачки. Все, отдыхаем. Иголки. 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 Продолжение следует...